Я никогда не забуду то первое порочество, которое я дал церкви тогда. Я посмотрел на пастыря. Я сказал, вы не любите церковь. И вы разрушите эту церковь. И я сказал, что Бог, Он осудит вас за это. За то, что вы разрушаете его семью. Вы здесь только ради денег. Я был умер не только неделю. Я был умер до того момента, как мы нашли новую церковь. Очевидно, пастыр не принял это слово, и мы были выгнали из церкви. Но через восемь месяцев после этого все свершилось в этой церкви. И знаете, церковь говорила, пожалуйста, вернитесь, вернитесь. Моя мама сказала, вы не поверили моему мальчику сразу, поэтому я не вернусь к вам. Ну и плюс еще мы нашли уже харизматическую церковь. Там говорили на иных языках. И при этом было еще толкование. При этом они вообще не понимали, что такое пророчество еще, но были языки и толкования. Это было два проявления духа, которые люди знали на тот момент. Но только до того, как я пошел в армию, где-то за два года до этого, новый пастырь пришел в ту церковь. И Господь сказал, вернись и помоги этой церкви. И потом сказал, у него еще две красивые дочери есть у пастыря. И они были милые. Поэтому я с радостью вернулся обратно. И знаете, я не буду рассказывать все свидетельства, потому что много чего нужно рассказать. Но Бог, Он исцелил меня, мои глаза, все тело, оно функционирует у меня правильно. Потому что до этого я мог сказать только, что у меня как будто проблемы с генами. Потому что каждый раз, когда я прихожу к врачам, они не понимают, но зрение у меня все время улучшается. Я в этом месте, где один день я даже не нужны будут очки. Я говорю, вперед, Иисус. И я сидел там, и я пошел в армию, и там произошел один случай, в результате которого умерли все мои друзья. И я хотел покончить жизнь самоубийством из-за этого. Но проблема была в том, что я был главный в том задании, в котором погибли все. И при этом все друзья мои погибли. И единственная причина, почему я выжил в том случае, когда произошел взрыв, это потому что была дверь открыта. И когда взрыв произошел, то во мной меня выкинуло через эту дверь, и я выжил. А я сам налажал. Моя первая встреча с Иисусом была на пляже в городе Джексонвилль, штат Флорида. Я хотел совершить самоубийство, но Иисус пришел ко мне и коснулся моего плеча. И он сказал, теперь ты будешь служить мне. Я такой, точно? Он говорит, да. В итоге я ушел с флотом. Иисус, Он коснулся этого плеча. Но все, что было у меня слева, все, что было у меня слева, оно было повреждено. И в тот же момент оно исцелилось, ключица, рёбра, всё, лёгкое. Потому что врачи, они хотели ампутировать мою руку, было так плохо всё. Потому что все кости были раздроблены и не на месте. Одно прикосновение от Иисуса, и я полностью исцелился. И это, знаете, очень классно. Иисус включил радио в машине, в которой мы находились. И вы говорите, ну Иисус включил радио? Да, именно так. Он включил радио, и там звучал голос одного пастора. Который говорил, там на пляже есть один молодой человек, он пытается покончить жизнь самоубийством. И Дух Святой отправит меня на эту радиостанцию. Поэтому ты, молодой человек, приедь на эту радиостанцию. И я позабочусь о тебе. Потому что у Духа Святого есть план на твою жизнь. И я такой, вау. И я пошел на ту радиостанцию. И именно там я встретил епископа Вайли. Он мой духовный отец. Он самый лучший пастор и самый лучший мужчина, человек, которым я когда-либо встречался, всю мою жизнь. И он просто сумасшедший. Он заставлял меня читать 50 глав Библии за неделю. И при этом мне нужно было писать отчет еще. Он говорил, Скотт. Ты хочешь быть мужем Божьим? Да. Тогда давай, если к Слову Божьем в тебе было. Однажды даже сказал, Хочу, чтобы 75 глав прочитал. И он просто не давал мне спуску. Все время давил на меня. Потом приехал его пастор. Его звали Лестер и Сумрау. И я понравился ему. Ну, вот это слово понравился, не совсем такое. Он по-настоящему видел Божье призвание на мою жизнь. И люди говорят, О, пастор, мы бы хотели бы тренировать как вас. Нет, вы не хотите этого. Я имею ученики по всему миру, и никто из них не хочет, чтобы их учили так, как меня. Почему? Потому что вы слишком слабы для этого. Друзья, я бы спросил Лестер-Сумрау вопрос, и он бы бросил в меня книгу. Я бы спросил, что это такое? И он бы бросил в меня книгу. И он бы бросил в меня книгу. Когда я вернулся, я хочу, чтобы ты мне дал отчет по этой книге и написал, почему этот вопрос твой был глупым. И я читал книгу, то и думаю, о, точно был глупый вопрос. Знаете, у меня есть очень много книг от Лестера и Сумрау, даже те, которые никогда не выдавались. И знаете, несколько лет назад его сын позвонил мне и говорит, а знаете, у вас есть вот такая-то там книга? Я говорю, да. Он говорит, а можно, но вы нам ее вернете? И я говорю, а вы ее собираетесь издавать? Они говорят, да. И я сказал, нет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что твой отец сказал мне, что эту книгу никогда нельзя издавать. И эта книга называлась «Пугало». И эта книга помогла мне получить освобождение. И эта книга, это самое сильное послание, которое когда-либо читал, кем-либо написанное по освобождению. Но когда он дал мне эту книгу, он сказал, это только для тебя. Потом он процитировал книгу Амоса. Пятая глава, седьмой стих. Я ничего не делаю, говорит Господь, прежде чем мне открыть этот секрет моим людям, пророкам. Может быть, я неправильно антрис сказал. Но это есть книг, где Амоса, по-моему, может быть, третья глава не уверена. Ну, я забыл точно, извините. И он сказал, это проверка для тебя. Сможешь ли ты оставить эту книгу в секрете, не выдавать ее? И так и есть. Но я это использую как основание, вместе с другим учением другого мужчины, для курса пророчества на освобождение. И я никогда не проводил этот курс, где-либо, кроме как в Америке. Это то, что я увижу, когда приеду, когда приеду. Знаете, все, кто в моей команде работают на меня, они проходят через это. Потому что я верю в чистоту. Я верю в прозрачность, открытость. Бог хочет, чтобы я жил прозрачную жизнь, открытую. Сейчас давайте перемотаем вперед, я хочу закрыть уже запомнившись. Помните, все началось с того, что у вас украли личность. Since Genesis chapter 3, the devils had only one thing in front of store for you, to steal the idea of who you are. He almost succeeded with me. Then, в феврале, в июне, в июне 2013 года, мы поехали в Испанию. Также потом в Германию. Но за неделю, как я уезжал в Испанию, мой пастырь ушел с должности пастыря. И это просто разрушило меня. Мы и он строили церковь в нашем городе Джексонлин, и он сказал просто, все, я ухожу. Я такой, что, что? И у меня не было времени, чтобы разобраться с злостью и горечью, которая появилась во мне из-за этого. Потому что мне нужно было ехать в Испанию, Германию и Украину. И я уехал на эту поездку на три с половиной месяца. Я был в Украине, и я был в Украине. И я никому не рассказывал о том, что произошло с моим пастыря. Потом, в феврале, я приехал в Украину. Чтобы преподавал четыре школы. И пастырь Сергей Гусич, он сказал, я буду переводить для вас. О, спасибо, брат. Я был благословлен. Мы поехали в первый город. И знаете, в тот раз мне очень много людей говорили о том, чтобы я не ехал в Украину. И мне говорили, там очень-очень плохая ситуация, а у меня никогда не было такого плохого в Украине. Но мне стоило таки послушать их. Мы приехали в первый город. И мы там проводим обучение. Хорошее время у нас. Потом в Украине перекрывают все дороги, поезда. И перекрывают все дороги. И пастырь, мне нужно покаяться просто. Потому что я действительно хотел ударить этого пастыря. Потому что, видите, я очень goal-ориентен. Мы здесь, здесь, здесь и здесь. И тем, что закрывать тренировки не помогло мне. Знаете, я очень целенаправленный человек. У меня есть расписание, мне нужно сделать раз, два, три. А то, что перекрыли дороги и всякое соединение в Украине, это не помогало мне. И пастырь говорит, происходят расстрелы на Майдане. И я думаю, что такое Майдан и почему я застрял здесь? А пастырь говорит, сейчас история творится. Я говорю, не хочу я быть в истории. Я хочу в следующий город попасть. И пастырь смотрит и говорит, о, пастырь сказал. Дороги перекрыты. Тренировки не ходят. Я так извиняюсь. Но вам придется остаться у нас. Они были большие грязи на их лице. Они думают, что все города в Украине, у нас пророк остался. И я сходил, что журналисты. И все время говорят, Скоте, тебе нужно уехать оттуда. И это уже так довело, что я одному человеку сказала, что если вы хотите, чтобы я уехал с Украины, так отправьте сюда в вертолет. Потому что ничего другого в этой глупой стране не работает сейчас. И, конечно, крестьяне говорят, ну, все, что мы знаем, это то, что нам Бог сказал, что вам нужно уехать, и все. И я говорю, да. И я все еще есть это в моем телефоне. Мне позвонили с американского посольства в Украине. И они сказали, пастор Скотт, срочно придите в посольство здесь, в Киеве. И мы вас отвезем в аэропорт, и вам нужно покинуть страну, потому что есть угрозы именно против вас. Я думаю, что кому-то не понравилось пророчество? Я думаю, что это такое за преступление против Украины Майдан? После этого произошло самое интересное пасторское собрание. План первый был, чтобы вывести меня в Польшу. План два, чтобы Скотт улетел из аэропорта во Львове, то есть нужно было вначале довезти до Львова. План первый не сработал, потому что Краница с Польшей была перекрыта. И я не буду рассказывать, как я туда добрался. Но я буду молиться, чтобы больше никогда такое не проделывать. И вот, я добрался до аэропорта. Я думаю, у меня есть билет на самолет. И я сейчас уеду. И, знаете, внезапно, на паспортном контроле, та девушка, которая сидела, она даже не посмотрела мой паспорт, но увидела фамилию и забрала его. Думаю, как грубо. И внезапно, не знаю, откуда они подошли. Но там стояло двое мужчин и двое охранников. И они сказали, идите с нами. Я думаю, хорошо. Они меня отвели в маленькую комнату и сказали, вы под арестом за преступления против Украины. И дальше был допрос с пристрастиями, физическими пристрастиями. И я был там два часа. И меня били. Они пытались сделать меня исчезнуть. Это было плохо. Все было очень плохо. Они мне угрожали, что они сделают так, что я просто исчезну. I was like, that's okay, though. Я думал, ну, ничего страшного. I've been a prisoner before. В тюрьме я раньше бывал тоже. That's another story. Но это другая история. And I sat there, and all of a sudden, I'm still not sure how the miracle happened, but I was able to get to the point. Я без спорта не знаю, как это чудо произошло, но в итоге у меня получилось выбраться оттуда и попасть на самолет. And when I got to the plane, the two policemen said, if there is no seat, they said, we're going to take you back inside the airport, you'll never be heard from again. It's Ukraine. You guys really don't know how to count. I get on the plane, there's not an empty seat anywhere. And all of a sudden, the guy goes, you've got to get off. About that time, somebody came out of the toilet. В этот момент, кто-то выходит из туалета. I ran inside that toilet, locked the door. And said, this is my seat. I have a ticket. And about that time, the pilot, who was American, came out and said, he has a ticket, he has a seat, get off the plane. В тот момент, пилот, который тоже был американцем, он вышел и сказал, у него есть билет, он сидит на месте, значит, все, улетай. И по сей день, я по сей день, я по сей день не знаю, как называть этот город, в котором вы прицепились. Но один мой дорогой друг в Германии, я очень сильно его люблю. Он отправил своего помощника, чтобы он доехал и забрал меня, у него заняло четыре с половиной часа в одну сторону ехать. И я провел день в доме моего друга в Германии, и потом улетел домой на следующий. И я даже не задумался об этом, все, что происходило. Когда я пришел к нему домой и снял футболку, я просто, ну, шел уже спать. И внезапно я увидел, что жена пасторя начала плакать. Я думаю, что такое? И он тоже начал плакать. И они говорят, посмотри на твое тело. Вы знаете, у меня по всему телу были синяки. Начинают груди до конца живота, везде вокруг тела спина была вся черная. Они хотели отвезти меня в больницу. Я был в таком шоковом состоянии, что я говорил, нет, я хочу домой, просто отправьте меня домой. Я уже все закончил, но я хочу домой. Я поехал домой. Я был разбит. Я сказал, я сказал, я не вообще ничего не говорила, она поняла, что я был разбит. Потому что все происходило не так, как надо. И вот я сидел там у себя в офисе. Четыре месяца я никому ничего не пророчествовала. Когда люди приходили к нам в офис, я всегда отправляла их к джем. Потому что служить Господу стало слишком больно для меня. И когда они начали угрожать моей семье. Я думаю, нет, идите вы все к черным. Я закончил. И я смотрел, и я думал, я могу вернуться обратно в обычный мир, и мне не нужен весь этот кусок. Я могу вернуться, я профессиональный аудио-видео оператор. Я могу работать опять в кино. Мне не нужно теперь служить, я могу уйти. И каждый раз, когда я заходил в интернет, чтобы найти себе какую-то другую работу, Джен would be also in her office, don't be looking for any jobs over there. Джен кричала из другой комнаты в нашем офисе, не ищи там другие работы. You have a job. У тебя уже есть работа. What I didn't tell her is that I quit. И то, что я не говорил ей, это то, что я хотел уйти. I'm done. То, что я уже все покончил со всем. And then Hebrews. Потом мне позвонили евреи. Oh, Pastor Scott, you've got to come to Israel. No. Pastor Scott, you're coming to Israel. No. Pastor Scott, Israel loves you. Израиль любит вас. I said, Ukraine said they love me too. Я говорю, в Украине тоже говорили, что меня любят. Нет. And I sat there, and finally, they just said, you're coming to Israel. И вот они говорят, Pastor Scott, вы приедете в Израиль. And finally I just said, yeah, I'm broke. Our church closed, and a third of my givers have walked away. I have no money. I'll tell you what. If God gives me the money, I'll come to Israel. I shouldn't have said that. I said, if God gives me the money, I'll come to Israel. Two days. I got a check in the mail for $5,000. And on the bottom it said, for Israel. So, you have the pastor mafia, the babushka mafia, the mama mafia, and the Jewish mafia. I went to Israel. And I sat there, and I was just like, God, I don't want to do this. And I went there. And I ministered for two weeks. And at the end of it all, the bishop came up to me, he goes, oh, Pastor Scott, you blessed Israel. I want to go home. No more. Really? Wow, that went fast. Bottom line. They gave me a driver. And they took me to a mountain. And Jesus was there. He's a little shorter than me, probably a little taller than the pastor. And he pulled all the junk out of my heart. And I... I couldn't... I can't describe what happened. But it took all my junk. And he replaced it with new. We talked for three and a half hours. And I said, I'll do whatever you want. From that day to this day God has never let me down. I was on the verge of quitting. And I'm on the verge now of my ministry being in almost every continent in the world. what am I talking about? What am I talking about? The church people that are coming up here. Now the prophetic people the church people. Because what I want to do I'm sorry, I went long. But I need you to know. Jesus is real. From the moment you were born the devil stole your identity. And Jesus is the only one that has your identity. It took me a long time to figure that out. I'm hoping it doesn't take you that long. And I hope that in your life it won't be such a long process. Because God wants to restore your identity. Some of you may say I don't even know who Jesus is. I promise if you come down here my mama won't beat you. But I want you to know one thing. I want you to know that Jesus loves you. And I want to ask this one question. And I'm not going to beg. I want to know do you need an identity? Do you need my friend Jesus? If you do come down here now. I'm not going to beg. I'm not going to beg. But I want you to have the opportunity to understand who you really are. And the truth of who you really are can only be found in Christ. And the truth of who you really are can only be found in Christ. and the truth of who you are I can see that people are moving. And the truth of who you really are they are moving. Парсу, давайте сейчас всех встанем на своих местах. И я хочу, чтобы те четверо, которые вышли вперед, чтобы вы повторяли за мной. Пять, шесть, о, еще есть люди. Пять, шесть, о, еще есть люди. Все, кто из вас вышел впервые и молился о молитве покаяния, и кто здесь впервые в этой церкви? Аминь, я вижу, один, два, один. Аминь. Бог просто изменит вашу жизнь. Там, где не было ничего, кроме как проклятия. Бог скажет, я это изменю. Сэр, Бог уберет из вашей жизни вот эти все плохие вещи. И Он даст вам новую жизнь. Если вы здесь вперед, или вы просто редедикаты. Хорошо, не имеет значения, вышли вы сюда впервые, или вы перепосвящаете свою жизнь Иисусу. Я хочу, чтобы вы все сейчас повторяли за мной. Иисус. Я потерял. Я не знаю, кто я. Помоги мне, Иисус. Я грешил. Пожалуйста, пойди в мое сердце. Я нуждаюсь в тебе. Чтобы ты простил меня. Простил мои ошибки. И Иисус. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Ты можешь забрать мое родство. Чтобы сделать меня красивым. Иисус. Иисус. Спасибо. За то, что сегодня ты сделал меня красивым. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ну, all the church helpers. Хорошо. Помощники из церкви. There's materials they want to give you. Они стоят за вами. Они хотят вам дать какие-то материалы. But if you all can look that way. И я попрошу вас тогда сдвинуться туда. Or look behind you. They want to take you out there. Они захотят с вами выйти туда. They want to give you materials. И раздают вам материалы. Мы want to make sure you have materials. Для того, чтобы у вас были какие-то вещи для страха. They want to get your information. We want to pray with you. We don't want you to be alone. So if you could go just right out there, it'll only be a few minutes. That you'll see all the people with name tags. They're good people. And they want to help you. Okay? So let's go this way. Amen. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.